Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Афир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. Новый рекорд. Анапский аэропорт принял миллионного в этом году пассажира. Мульт героя на Пионерском проспекте вела гонки по набережной и любимые места отдыха в Анапе. Осторожно, мошенники! Жертвами злоумышленников могут стать пенсионеры. Новый учебный год в Анапе через неделю встретят свыше 22 тысяч школьников. Для их родителей сейчас горячая пора. Надо успеть к 1 сентября докупить все необходимое для учебы. Не менее важная задача у городских властей и полиции – День знаний, как и весь год, должны пройти под знаком безопасности. Оценку антитеррористической защищенности наших школ дали сегодня члены Совета безопасности. Заседание прошло под председательством главы Анапы Сергея Сергеева. 34 школы и гимназии и курорта готовятся к новому учебному году. О безопасности детей на совбезе говорили руководители городских служб, полиции, пожарной инспекции, Роспотребнадзора. Заместитель главы Анапы Людмила Мурашова подчеркнула, поручение Сергея Сергеева выполнено. Школы охраняют только лицензированные ЧОПы. На совещании в Министерстве образования и науки края город Анапа был отмечен как одна из немногих территорий, где сегодня есть первое лицензированные охранные предприятия. И второе, то, что эти охранные предприятия сегодня, спасибо вам, Сергей Павлович, они финансируются из муниципального бюджета. Эта проблема, оказывается, сегодня остро стоит в крае и очень часто, зачастую этот вопрос решается за счет средств родителей. У нас этого сегодня уже нет. Но два охранника на входе – это еще не гарантия безопасности. Добровольными помощниками готовы стать педагоги и даже родители раз в два часа обходить просторные школьные дворы. Я уверен, что это будет способствовать безопасности, но только ни в коем случае через колено у педагогов и так достаточно забот, чтобы мы не… Ну, то есть безграмотный руководитель, он составил график, подростки всего дойдет, и люди будут исполнять. Но это должно быть сделано так, чтобы те, кто исполнять будет вот это поручение, правильно, ты смотришь, они должны понимать, что они охраняют прежде всего и себя в том числе. Начальник полиции Андрей Раб добавил, накануне Дня знаний каждую школу обследуют кинологи. 1 сентября на усиленное дежурство заступят больше 350 стражей порядка и казаков. Коммунальщикам предстоит успеть обновить дорожную разметку и пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. В День знаний у 26 общепрозавательных учреждений города-курорта откроются классы и группы казачьей направленности. В них будут обучаться более полутора тысяч казачат. Напомню, что первые два казачьих класса в муниципалитете были созданы в 2004 году в станице Гастагаевской. С тех пор их количество ежегодно увеличивается. В минувшем учебном году в 10 школах Анапы работал 31 класс, обучались почти 800 казачат. После поручения губернатора Вениамина Кондратьева о совершенствовании системы казачьего образования на Кубани, эта работа была активизирована. Миллионный пассажир в Анапском аэропорту – это всегда такая своеобразная, определяющая веха успеха. По ней можно судить о том, насколько напряженным был курортный сезон. В этом году по сравнению с прошлым наш аэропорт принял миллионного пассажира на три недели раньше. Юбилейному пассажиру о том, что он стал героем дня, сообщили об этом только на стойке регистрации. Самый маленький – семьи Калуцковых, двухлетний Матвей и без того шарашенный шумным аэропортом, говорить не рискнул. Его мама Мария об Анапе только с любовью. Первый раз в Анапе? Нет, в детстве были, в далеком детстве еще были. Какой отдохнули, понравилось вам? Понравилось, но, к сожалению, мало. Восемь дней это слишком мало. А куда сейчас летите? В Москву, а потом в Иваново. Вернетесь еще в Анапу? Обязательно. Улетать из Анапы не хочется, так ведь вместе с букетом цветов и сертификатом миллионного пассажира семья Калуцковых получила от руководства базы Лаэра бесплатный билет на перелет рейсом авиакомпании «Севен» из Москвы в Анапу в любой момент, как только они это пожелают сделать. Ты даже такого не подозревал, что такое может быть? Вообще не думал. Скажи о своих впечатлениях. Как тебе город наш? Ну, понравился, очень хорошо. Жители Иваново, как почетных гостей, провели на посадку через вип-зал, где маленький Матвей первым делом распаковал восхитительные подарки. Ждут семью и в Иваново, где ивановская газета «Городок» готова рассказать о летних впечатлениях и жизни курортной Анапы. Международный аэропорт Анапы обслуживает рейсы 18 авиакомпаний по 34 внутрироссийским направлениям. Пропускная способность терминала составляет 400 пассажиров в час. Руководитель проекта Евгений Пикулев показал журналистам, какими темпами идет строительство и рассказал об особенностях нового аэровокзального комплекса. Планируем завершить строительно-монтажные работы до конца этого года. Зимой хорошенечко о нем потренируемся, чтобы к летнему сезону 2017, соответственно, все пассажиры уже проходили через здесь. Мы сегодня встретили миллионного. Будем надеяться, что в этом терминале скоро встретим двухмиллионного и так далее. То есть, в принципе, он рассчитан на довольно большое увеличение. А с учетом того, что есть возможность, как вы видите, соединить старый и новый, соответственно, возможности аэропорта в этом случае увеличиваются. Сегодня готовность нового терминала международного аэропорта Анапа составляет 60%. На объекте ежедневно работают более 250 специалистов подрядных организаций. Участвуют в реализации проекта и иностранные специалисты. У нового терминала, конечно, не будет теннисного корта и бассейна, как у сингапурского аэропорта. Но, по словам руководителя проекта, свои анапские особенности будут. Например, очень уютная летняя зеленая зона. И во всем просторы, удобство и красота. Мы с вами сейчас находимся вот здесь. Соответственно, стойки регистрации, багажное отделение. Пассажиры будут идти вот так вот, мимо зала регистрации, предполетный досмотр. Здесь будет, собственно, зал ожидания находиться. Напомним, что подготовка строительной площадки под новый терминал началась в январе 2016-го. Торжественная закладка первого камня 1 марта. Площадь нового аэровокзального комплекса составит почти 12 тысяч квадратных метров. Сейчас 5 тысяч. Пропускная способность будет 600 пассажиров в час. Сумма инвестиций компании «Базыл Аэров» в проект составит около полутора миллиардов рублей. Внутренний туризм становится все более популярен у россиян. Более 30 брендинговых агентств и 45 лучших специалистов в области стратегии и дизайна примут участие в разработке первого официального туристического бренда России, сообщила сегодня пресс-служба Федерального агентства по туризму. Участники всероссийского конкурса «Туристический бренд России» разработают несколько вариантов концепции. Они будут создавать логотип и слоган страны с опорой на творческие работы, присланные на конкурс в рамках всенародного сбора идей. Сейчас стартовал второй этап. В связи с огромным количеством поступающих заявок, организованный комитет конкурса принял решение продлить его до 20 сентября. Любой желающий может отправить на почту конкурс собака russia-tourism.ru свой вариант слогана, логотипа или готовую бренд-концепцию для России. Также выкладывать творческие работы можно в инстаграм с хэштегом «Бренд России». Как показывает мировой опыт, наличие узнаваемого бренда является непременным атрибутом страны-лидера в сфере туризма. Россия входит в топ-10. Убежден, что благодаря привлечению к работе ведущих профессионалов и самых авторитетных экспертов, мы сможем получить наилучший результат «Туристический бренд» высочайшего уровня, достойный нашей великой страны, отмечает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Итогом совместной работы должен стать высококлассный, узнаваемый туристический бренд Российской Федерации, который будет выбран уже в декабре этого года. Набережная Анапы давно удерживает первое место поживленности в летний период, место отдыха и прогулок, а еще и место велосипедных гонок. На приеме у главы города Владимир Ядыкин. Он приехал в Анапу 7 лет назад за здоровьем. Этим летом на набережной, где он регулярно гуляет с родными и внуками, велосипедист на полном ходу сбил его родственницу. Никуда не обращалась она? Не обратились она. А к кому обратились? К полицию не обращались, да? Нет. Ситуация была непредсказуема. Если бы были внучаты со мной, а внучаты они же, дети бегают, непредсказуемо, то это был однозначный летальный случай. Сто процентов. Потому что, когда через несколько дней она посмотрела, у нее такие гематомы. Владимир Васильевич не хочет мириться с таким положением вещей. И, исследуя проблему, съездил даже в Новороссийск и Геленджик. В Геленджике, в Новороссийске, там, возможно, прекрасно. Здесь у нас нет такого возможности. Если ее нет, и этот статус определен знаками набережной, то никаких велосипедистов изначально здесь не должно быть. Я по этому вопросу обратился к депутату Госдумы Демченко Иван Иванович. Ответ был категоричный и ясный. Стационарный пост и контроль. Да, на нашей набережной есть знаки, запрещающие движение велосипедов. Но водителей двухколесного транспорта они не останавливают. Ведь ни стационарного поста, ни дежурства ГИБДД или полиции здесь не наблюдается. А потому только успеваю уворачиваться. На обращение администрации в полицию, по словам начальника отдела по транспорту, пока ответа нет. Город готов предложить велосипедистам альтернативу. На Теннерском проспекте в очередной следующий год планируется реконструкция. По поручению Сергея Павловича сейчас занимаются проектные организации, предоставляют эскизные проекты. Вот мы вчера один из проектов рассматривали. В нашей комиссии было выдвинуто одно из требований, чтобы были учтены пожелания жителей, и велосипедные дорожки были обустроены отдельно, раздельно от пешеходных дорожек. А тем временем в Анапе появляются новые любимые места отдыха. Мультгерои заселяют Пионерский проспект. Фотографироваться с новыми скульптурами отдыхающие начали с первых минут после их установки. На изготовление такой ландшафтной скульптуры уходит пара недель. По словам автора, стояла задача сделать так, чтобы герои получились, с одной стороны, яркими и живыми, с другой, чтобы они как можно дольше радовали глаз. Было принято решение использовать искусственную растительность, при этом краски подобрать таким образом, чтобы у каждой в природе был свой аналог. Собирается металлокаркас, обтягивается пленкой, чтобы не просветивались между цветочками, и обтягивается искусственным самшитом. Почему искусственным? Потому что мы как-то делали слонов из натуральных. Они облазили, за ними уход больше требуется. То есть тут все натуральное, ничего страшного, если там что-то будет искусственное, крапление. До этого на Пионерском проспекте установили такого вот мультяшного пса. Разнообразить ландшафт вдоль одной из главных курортных улиц поручил глава муниципалитета Сергей Сергеев. Установка происходит в обычном режиме. Забиваются штыри 60-70 сантиметров, штук 8 вокруг каждой фигуры. Приваривается, обсыпается, укрепляется и все. Надежно, безопасно и красиво. Не успели рабочие завершить установку, как появились первые желающие сфотографироваться. Эльвира Денисова из Санкт-Петербурга говорит, что скульптуры получились красивыми. Побольше бы таких. Было бы очень красиво. Особенно для маленьких детей бы что-нибудь придумали. Как рассказали представители Ремстроя, скоро на проспекте появится еще один известный герой. И не исключили, что проект продолжат, если не в этом, то в следующем году. Осторожно, в Анапе действуют мошенники. В последнее время участились случаи обзвона пенсионеров злоумышленниками. Представляясь сотрудниками местного пенсионного фонда, они сообщают пенсионерам о якобы выявленной ошибке при начислении пенсии. А чтобы перечислить недополученную сумму, просят продиктовать номер банковской карты. Предлоги, между тем, могут быть самые разные. Уважаемые граждане, помните, сотрудники пенсионного фонда с целью получения необходимой информации по домам не ходят. Информацию о номере банковской карты и другую аналогичную информацию по телефону не запрашивают. Будьте бдительны. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова